Каждый взлет беспилотного аппарата как проверка индивидуального технического творчества. Эти квадрокоптеры собрали ученики 36-й Самарской школы. Когда они выходят на площадку, воздух наполняется характерным жужжанием, как будто пчелиный рой залетел на поле. По сравнению с пчелами, эти механические насекомые выглядят гигантами, а вот для летательных аппаратов, наоборот, размеры совсем невелики. Но именно с таких машин начинается путь в большое инженерное будущее. Мне нравится, как бы сказать, это ковыряться во всех этих деталях, разбираться, какие проблемы, не проблемы, решать эти проблемы. Я думаю, я свяжу свою будущую жизнь с техникой дальше, и я думаю, что это наше будущее. Эти все модели, коптеры. Собирая свой беспилотник, Камиль Хамитов понял, что это одно из самых перспективных направлений инженерной мысли. Сегодня создаются самые невероятные модели коптеров, которые нашли применение на самых разных производствах. И не только. Подняться над суетой всегда было мечтой и всего человечества, и каждого человека в отдельности. И самарцам в этом повезло более чем кому-либо. Для освоения космоса город сделал больше, чем весь остальной мир вместе взятый. И эти юные конструкторы для себя уже решили вопрос профессионального выбора. Очень интересная вещь – это полеты на этих квадрокоптеров. Это захватывающе, безусловно, это стоит пробовать. Ну, наверное, будущее я хочу связать с этим, с тем, что я поступлю обязательно в технический университет. Скорее всего, это будет самарский аэрокосмический. Там я уже как раз к этому готовлюсь. Школа номер 36 «Самары» вносит свой вклад в пополнение кадрового резерва. Учебному заведению присвоен статус проектной площадки по беспилотным аппаратам и робототехнике. Ученики не только сами создают сложные машины, но и побеждают с ними, участвуя в конкурсах различного уровня. Применительно к нашему региону это очень перспективное направление, хотя бы потому, что в Самарской области уже устоялись традиции авиастроения, ракетостроения. И для того, чтобы хотя бы тот же самолет построить, его же нужно сначала спроектировать, рассчитать. И чтобы такие специалисты у нас в области были, нужно уже задумываться о том, чтобы со школы молодежь нашу готовить именно к техническим специальностям. Поставленные задачи выполнены. Робот, которого собрал пятиклассник Дмитрий Дмитриев, сбил все банки. Не каждому взрослому это удается. Конструктор Лего сегодня многих славный путь. Собрать игрушку из деталей мало. Надо еще и составить программу, чтобы устройство слушалось хозяина, безупречно выполняя все задачи, которые сегодня напридумывали тысячи вариантов. Есть соревнования с УМО. Там роботы должны вытолкнуть друг друга тоже за черту круга. Есть соревнования сортировщик. Там роботы должны сортировать баночки точно такие же по цвету. Соревнования манипулятор. Там кубики они должны поставить на ярусы. А это урок русского языка. И все тот же конструктор Лего. Интересные упражнения. Собрать машину, описать свои действия и саму конструкцию. Получается сочинение. Дети работают парами, выполняя свои задания. Рядом из деталей собирается тематический кроссворд. А параллельно идет работа с учебником и проверка знаний на интерактивной доске. Вот так и получается алгебра и гармонию проверить. Школа с углубленным изучением целого ряда предметов. И все, что изучается, взаимосвязано. В рамках учебного плана мы стараемся через все предметы провести линию технической направленности. Это не значит, что мы будем готовить детей, которые однозначно будут поступать только в технические вузы. Но основы знаний для их профессиональной работы мы, конечно, закладываем, начиная с первого-второго класса. Сначала это первые шаги, когда через Лего-конструирование дети стараются освоить некоторые темы русского языка. Раз, два, три. На примере игрушечной ракеты становится понятно принцип действия реактивного двигателя. Система достигает космических скоростей за счет реактивной тяги. Но это полушатливый эксперимент. Настоящее познание существует в виде формул и лабораторных опытов. В 36-й школе физика и математика предметы с углубленным изучением. Что такое реактивное движение? Как мы привыкли на Земле, тело начинает двигаться, если мы его толкнем, или если оно само оттолкнется от чего-либо. С реактивным движением все сложнее. В космосе не от чего отталкиваться, так благодаря чему же летит ракета. Физика сегодня для будущего специалиста-конструктора – это больше, чем просто наука. От того, насколько хорошую базу ученики получают на школьном уровне, зависит не только его профессиональная карьера, но и успех возрождения всего промышленного комплекса. Задачи, которые стоят перед этими старшеклассниками, не только физико-математические. Им предстоит сделать так, чтобы Россия сохранила свой статус сверхдержавы. А для этого нужны новые самолеты и ракеты, новые технологии в автопроме и переработке сырья. А начинается все здесь и сейчас. Вот почему так важно сегодня научиться и теории, и эксперименту. Чтобы завтра, придя в университет, начать свободное плавание в мир большой науки. В школе мне нравятся технические предметы и все, что с ними связано. И, наверное, самый лучший вуз в нашем городе – это все-таки аэрокосмический. Как бы сейчас компьютерный век у нас, и все связано с технологиями, с цифрами. Все постепенно автоматизируется. И, я думаю, нужно как можно больше специалистов в стране и в этих направлениях. Физика, безусловно, один из главных предметов в школе, потому что именно он позволяет нам узнать больше о природе, о явлениях. Если идти на программиста или на математика, физика, помимо самой физики, дает еще одно очень важное умение. Это умение моделировать, создавать математические модели реальных ситуаций. Программирование, оно подразумевает много разных направлений. Это можно и физическое программирование, и связанное с промышленностью, или с экономикой, или, скажем, с индустрией развлечений. Вот 97% наших выпускников поступает в вузы именно Самарской области. И более 50% поступает на специальности технической направленности. Вот, наверное, для этого мы и живем, и работаем. Это не говорит о том, что однозначно все выпускники нашей школы будут поступать в вузы технической направленности. Но те, кто поступает, делают это осознанно. А значит, они будут работать на благо и нашего любимого города, и нашей любимой области. Продолжение следует...